Сейчас, когда подарки, я должен прибежать. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот держите все эти военные номера. Это победный номер. Марк, держи. Ну что, и Вероники? Все, и Вероники тоже. И вам у вас тоже есть. Вот смотрите. Держи все равно. Вот у нас здесь, в этом номере, вот так вот есть в серединке. Светлана, не пой. Игра. Берем, отгибаем тут. Слушайте, Таня, вы хотите, чтобы мы сейчас поиграли? Нет, я хочу просто показать обязательно, а потом уже. А можно мы, когда закончится передача, пойдем пить чай и будем играть? И будем играть. Уважаемые зрители, у нас такая, уважаемые зрители, у нас такая есть традиция. До передачи мы садимся пить чай, пьем чай. После передачи мы садимся пить чай и пьем чай дальше. Ну, стоп, мы все время пьем чай. Вот теперь смотрите, что получается. Ой, вообще ужасно интересная у нас эта номер. Она огромная, посмотрите, Таня. Вообще, да, вот мы ее разворачиваем, эту игру. Хорошо, что я денечку. Ну, ребят, вы не доставайте, я достала, и поэтому вам сейчас будет все понятно. Мы ее разворачиваем. И как Ева правильно сказала, здесь нужны фишки. Давайте вот так покажем. Ну, и верх ногами, верх ногами. Перворачиваем. Да. Отлично. А что внизу, там в маленьком квадратике? А там правила игры. И вот в эту игру играли как раз еще родители наших современных читателей. И по их просьбе в этом году мы печатаем эти игры. У нас это игра вторая, которая напечатана в журнале, а всего будет за год четыре. Первую игру мы напечатали, это в стране сказок была игра. А это космическое путешествие. У нас есть еще две игры в запасе, которые будут напечатаны в восьмом и в одиннадцатом номерах. Так что вот, кто наши читатели потенциальные... Дядя Таня, а какой у вас хороший журнал? Ой, так можно с нашим журналом... А восьмой и одиннадцатый когда выйдет? Я поскорее хочу его купить. Ну, в свое время. И восьмой, и одиннадцатый выйдет. Ну, так и теперь смотрим на этот журнал, который остался после того, как мы вытащили из него серединку. Журнал посвящен победе. Мы знаете, что сделали в этом журнале? Мы в этом журнале сделали документальный фильм. А вот Катя этот журнал как раз и читала, да? Да. Вот этот документальный... Я только это не читала, очень длинно. Да, вот. Надо разбираться. А мы сейчас почитаем, давайте. Вы знаете, этот фильм, он был сделан... Не шушите, не шушите. ...на основе подлинных воспоминаний мальчика, которого война застала в бодрости приблизительно таком, как и у вас. Ему было семь с небольшим летом, он закончил первый класс. И вот именно в этом возрасте он услышал это слово «война». И вот теперь по его воспоминаниям художник наш сделал иллюстрации, сделал раскадровку этих воспоминаний, как будто бы фильм мы сняли такой документальный. Вообще, на самом деле, оказалось, что это очень интересно и мальчикам, и девочкам. Мы думали, как бы это вот в основном-то мальчиков заинтересует. А нет, девочки тоже очень с интересом огромным читали. А еще что интересно в этих воспоминаниях, они... Обратите внимание, здесь есть иллюстрации вот этого самого мальчика. Вот он в годы войны, он рисовал, да, это подлинные его иллюстрации. Он рисовал войну. И он нам сам сказал... Давайте, покажите нам... Нет, на Татьяну камеру. Давайте. Да, да, держите, пожалуйста. Держу. Он нам в своих вот этих вот воспоминаниях сказал, что, когда было страшно, он рисовал. И вот таким образом он спасался от войны. И есть, вот интересно, его воздушный бой очень... То есть он сам это все видел? Он все... То есть, видите, как... Он сам это видел? Может быть, в части видел, что-то не видел, но слышал сводки, наверное, по радио, газеты читал. И вот это вот его детские впечатления были. Вот это такая подлинность... Тетяна, мы обязательно почитаем внимательно. Конечно, в рамках передачи невозможно... Нет, естественно, я не призываю. А давайте я вам скажу тоже одну историю расскажу. Давайте. Значит, пришла к нам тетенька сюда и говорит, тут очень важное объявление висит на доске объявлений муниципалитета. И, пожалуйста, возьмите, пожалуйста, покажите в своей передаче это объявление. И, вы знаете, я взял это объявление и стал читать. Тут написано. Поздравляю вас, дорогие ветераны! Поздравляю вас, 9 мая! Ведь сегодня то самое 9 мая! Поздравляю вас 65-е десятилетие со дня победы! Ура! 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 Поздравляю вас еще раз, дорогие ветераны! Светляна Ляхова. Вот эта девочка. Молодец просто! Молодец! И знаете, что удивительно? Я встретил мою маму, она сказала, надеюсь, что мама смотрит сегодня нашу передачу, она сказала, что она сама захотела это написать. Она сама написала, положила файловую папочку и приклеила скотчиком на досочку. И теперь мы взяли это объявление и повесили рядом с другими поздравлениями ветеранам, которые на наших стенах вы не видели, когда проходили. Видела, обратила внимание, конечно, это очень трогает. И вот эта девочка Светляна, вот она сидит. Ой, умница! Молодец! Спасибо, Светляна, ты очень понравилась. И всем нашим ветеранам мы передали поздравления через другую передачу, которая называется у нас «Муниципальный час». Мы всем показали. Молодец! Молодец! Мы тебя хвалим, потому что детей не в школе сказать там, ты сама захотела это, ты умничка. Спасибо тебе. А еще, тетя Таня, давайте просто такой диалог. Светляна принесла маленький такой конвертик. Давайте, она нам покажет, что она нам принесла. Ну, это у меня детьми рисунки. Ты вот так будешь поднимать и показывать. Я рисовала некоторые рисунки про победу. Давай, буду помогать. Таня, помогайте, пожалуйста. Вот так правильно продержите, правильно, правильно. Хорошо держу, да? Да, вот сюда на эту камеру. Расскажи пару штук. Я на рисовании, нам говорили нарисовать что-нибудь про победу. Мы рисовали какие-то такие, ну, я не понял, что мы рисовали, но я захотела на вот этой, я нарисовала в парке, такую... Беседочку, да. Да, беседку. И там написано 9 мая. Она дни 9 мая, потому что именно в этот день, когда вот здесь салют, было 9 мая. Замечательно. А ты, наверное, ты хочешь какую-нибудь студию занимаешься, да? Ну, я занималась, я полгода... Ну, показывай, показывай. Я снова полгода не ходила, и я в следующем году буду продолжать ходить. Ну, молодец. Слушай, а чем это ты нарисовала, а? Я нарисовала... Это мелками? Нет. Нет, это гуашь, правильно? Очень хорошо. А вот, что ты знаете, Таня. А, ну вы же художник, твит, Таня. Карандаша научилась. Да, давай, показывай еще, работай. Вот у меня есть еще такой человек у костра, он вспоминает войну. Он вспоминает войну, у костра, он вспоминает войну. Вот. Он, его дедушка воевал, он вспоминает, что он ему рассказывал. Слушайте, какие глупые. Очень здорово. Еще, да, показывай нам. Мы сейчас показываем. Дорогие друзья, вы сейчас присутствуете на творческом вечере художницы юной, Екатерина Ляховой, которая сегодня принесла нам свои работы. Маленько в конвертике. Это у меня космос. Ух ты, Таня, да. Вот это да. Мы показываем, что на вашей камере там. Вот это да. Слепал космос. А ты что, в космос летала? Нет. А как же ты узнала, как там в космосе? Да нет, просто логового, где там в космос рисовали. В космос рисовали и все тогда. Мама Светляна Ляховой, мы всем нашим художественным советам нашей передачи очень приветствуем, одобряем творчество вашей дочки. Большая умница. Вот я рисовала барону по храму. Она смотрит... Да, иди сюда, посмотрите, пожалуйста, да. Она ждет весну, чтобы отказывать 9 мая. Вот. А вот 9 мая это храм. А это храм какой-то рядом с тобой, да, с твоим домом. Ты мне просто... Ты просто так придумала. Ты умница. А ты хочешь быть художником? Ну, я еще не рисую. Ну, тебе нравится рисовать, правда? Да. Давай, достаешься, работай, покажешься. Это видно, замечательно просто рисуешь. Я рисовала павлина. Ой, какой павлин. А вы можете смотреть туда, если вам не видно. Вот. Это павлин. Правильно, Марк. Птичка, у которой много разных перьев, и она такая большая, с красивыми перьями. Как называется? Павлин. Павлин. Мавлин. Да. Вот. А как ты рисуешь? Ты карандашом рисуешь? Я сначала набрасываю карандашом, а потом нарисую краской. А как ты набрасываешь? Ты вот так бросаешь на стол, что ли? Нет. Катя, а ты умеешь набрасывать карандашом вот так бросать? Нет. А, я придумала. Берете карандаши и бросаете их на стол, и получается набросок. Нет, нет. Нет, я не так рисую. Я беру карандаш и карандашом делаю те детали, которые я хочу нарисовать красками. И точно все делаю. Вот делаю каждый выгиб. Все-все. Мне помогает иногда учительница. И вот я делаю все эти узоры. И когда я начинаю рисовать красками, я сначала смотрю, что мне лучше сделать. И я смотрю, какой повыше нужно, какой пониже нужно. И у меня получаются вот такие рисунки. Абсолютно профессиональный подход. Просто вот можно сказать, что ты почти готов. Давайте поаплодируем нашу возродницу. Да, просто замечательно. Яночка, все, пока убираем. Значит, что я вам хотел сказать, друзья? Дело в том, что Светляна живет в соседнем доме, в этом же доме, где наша студия. И Ева живет в этом же рядышком. И они ходили в один детский сад, правильно? Да. И я сейчас хочу показать нашим зрителям, все-таки, как растут наши детки. Они сначала маленькие, потом они у нас немножко вырастают. И сейчас я покажу такой фрагмент, который, я думаю, всем очень понравится. Называется «До свидания в детский сад и здравствуй, школа». Фрагмент, пожалуйста. Несколько минут внимания вашего, уважаемые зрители. Детки. Вот Светляночка наша. Два года назад, да? Они не видели этого, и я не видел еще. Я тоже два года назад. Какой мир детства, красочный, красивый, фантастический, с шарами. Бабочки. Ой, бабочки летают. У вас тут такие бабочки? Нет, это не на самом деле, это такие изображения специально сделаны. Я просто хотел вам сказать... А вот Саша Никольевна, я с ним учусь сейчас в школе тоже. Тоже? Да. Да. Ты нам рассказали нашу передачу. Да, я с ним в школе, только мы в разных классах. Да, вот я еще должна показать Глебушка, я тоже с ним в школе учусь. Я тоже с ним в школе. Видите, тетя Маша, как у нас тесен мир? И вот эта передача была? Не то, что Глеб еще еще. Девочки, а расскажите, что там было за праздник, девочки? Расскажите. Ну, у нас был последний день в детском саду. Вы не плакали? Нет, ну... Ты свекленно расплакалась. Да, я не хотела уходить. А вот моя мамочка. Ой, как ярко. Да. И вот я специально отец к ростам. А в самом конце мы отпускали все шайки, пускай они летят, чтобы знали, что мы именно в этот день закончили детский сад. Вот такая хорошая традиция. Маша, мама. В детском саду на Арбате номер 2277. И еще Яси. Ты Яси? Да, Яси, да. Яси и Врагим и Наранин. Руслан еще, помнишь? А это директор. Тамара Григорьевна. Он перешел в другой детский сад. Но он у меня в классе. Ну, в общем, я хотел вам сегодня украсить передачу. И вот такой эксцент. Вот Денис. Против маленьких девочек. А у них уже есть история. Два года назад. Это Яси. Это Ева, смотрите. Это Ева, точно. Это Алексина Петровна. Здравствуйте, Алексина Петровна. Это Марка, воспитанница. Ой, правда, Яси, это была маленькая. Ой, бабочка, бабочка, бабочка. Какие бабочки летают, а? А вон Яси, вон Яси наша. Да, а вот Яси. И Ильна. Яси со мной в школе. И Ильна. Полетели. Ура! Здорово. Вон, Сашка, вот и враги. Девочки, видите, какое счастье все-таки, что есть такая возможность по видео показать такую красоту. Шарики улетели, все попрощали и все пошли в школу. А сегодня вы уже во втором классе. В третьем. Скоро в третьем. Считай, сколько у меня случиков, Марк? Давай. Считай, Гомка. Считай. А Марк в каком классе? Не в каком. Он в этом саду как раз. А, понятно. А я в другом была саду. Конечно. Но я просто рассказываю, что вы девочки, сначала совсем маленькие, малышечки, ходите в детский сад, потом в школу, а потом оказывается, что у вас уже есть история своя. Смотрите, а у кого такая же штучка нашлась? У всех. Мне тоже. Таня, а как эта штучка попала туда? Вы, наверное, положили. А мы штучки, да, клали такие вот они. Вот эти вот. Это наклейки? Наклейки, да. Тут с обратной стороны клей надо отодрать эту наклейку. Катенька, если ты будешь приходить в нашу передачу, мы все время будем что-то рассказывать. Когда-нибудь расскажем про твой детский сад, про твою школу. Про школьную кистину. Потому что у нас передача называется, как дети? Детский мир! Итак, посмотрите программу Детский мир из студии Новинские 13. А в гостях у нас сегодня Татьяна Иванова, главный художественный редактор веселого журнала «Веселые картинки». Только, тетя Таня, а вы знаете, я знаю страшную тайну про ваш журнал. Да. А я ее знаю? Да, сейчас вы тоже узнаете. Давайте. Значит, хочу сказать, ребята, оказывается, веселые картинки, это не только веселые картинки, это еще два журнальчика. Это филя и эскиз. Да. Вот. Да, это наши журналчики, наши. Сейчас, секундочку, секундочку. Вопросы готовы. И почему я говорю про эскиз? Для тех девочек, я показываю пальчиком, для тех девочек, которые приносили такие красивые картинки. Это журнал. Татьяна, расскажите, пожалуйста. Да, да. Слушай, пожалуйста. Вот он, журнал эскиз. Это наша гордость. Но.